добрый ветер добрый вечер всем светик привет так у нас там артур барт центр серёж это вы или то артур так вы сейчас еще немножечко ждем поговорим сегодня о чем-нибудь важном таша добрый вечер и сергей артур отлично мальчишки я по вам соскучилась понятно я что-то в таком каком-то состоянии то есть пока народ собирается пока мы все празднуем день рождения владимира николаевича у него 7 декабря был день рождения вот мы до сих пор празднуем и мы для себя сегодня открыли ресторан бёрдж оказывается это просто прекрасно так что всем кто в питере очень рекомендую ресторан бёрдж такая авторская кухня просто фантастическая так что начнем с развлекательной части истории икра вкусна это про блины да и между прочим обратите внимание магия владимир николаевича в питере работает солнце уже три дня что в принципе в декабре нереально а все потому что он напек блины так что вот загрузить перед другой подключить интернет полсекунды я тут никуда не ухожу сейчас не будет отключаться а сам ли напек блины владимир николаевич конечно я не веку блины владимир николаевич все блины они вообще прозрачные тончайшие вообще совершенно фантастические так что вот так что вот но я зато очень классно на блины мажу икру у меня получается вот одесса две недели без солнца на самом деле но блины же вообще посвящены солнцу почему на масленицу так пекут поэтому это такая владимир николаевич такой магический ритуал привлечения солнца сушки работает всегда поэтому знаете рассуждать о том совпадении это или нет но у николаевича у него на самом деле вот у меня допустим это вода дара нет он вообще очень хорошо работает со стихиями то есть он там ветер если что может поднять либо утихомерить тучу куда-нибудь сдвинуть так что не только пушками это можно делать можно еще привлекать владимира николаевича в этом смысле у него вот какой-то такой просто это от рождения завтра пеку блины все все завтра печем блины и у нас будет солнце на всех необъятных просторах этого этого земного пространства так слушайте но мы так с вами очень весело начали это хорошо вообще хотела немножко поговорить про пробах боевые курсы у нас просто завтра например вебинар крадники которые про такую конечно особый совершенно вид магии магическое воровство причем то что мы даже так не очень собирались его проводить а как-то это было по запросам учеников потому что все очень волнуются про крадники спрашивают с этим очень часто сталкиваешься в магической практике это такой старейшие ритуалы причем они есть практически в любом виде магии крадники от деревенской самой примитивной до на самом деле да там типа церемониальной магии таких высоких магических уровней и это понятно потому что это самое простое ведь такая штука почему черная магия всегда вот вопрос сразу кто может ответить почему черная магия всегда срабатывает быстрее белая магия практически всегда дольше эти с точки зрения но у бизнеса если забыть про совесть то черная магия всегда выгоднее это точно если забыть про совесть про карму и все остальное потому что ломать гораздо проще знаете сломать для того чтобы сломать ногу нужна секунда а для того чтобы ее вылечить нужно много времени то же самое здесь низкие вибрации здесь просто где-то деструкция артур вот это знаете как пример с переломом ноги он очень он очень понятен да это деструкция всегда срабатывает быстро то же самое тема крадников почему они так популярны а потому что приходит человек вам запросом там он хочет чего-нибудь там не знаю счастье денег удачи что у него что-то получилось мы все имеем определен да мы все рождаемся с гороскопом гороскоп показывает вашу энергетическую матрицу это может быть астрологически номера логически неважно то есть мы все рождаемся с некой данностью и эта данность она вовсе не всегда соответствует потребностям соответственно для того чтобы вам обеспечить запрос вашего клиента поднять у него уровень там не за дохода привлечь счастливую взаимную любовь если у человека в природе этой энергии нет в линии судьбы этой энергии нет то магически это сделать конечно возможно мы все с этим работаем но это гораздо сложнее особенно если вы хотите устойчивый результат а потому что ну например да вы если это разовый результат вы можете это сделать за счет своей энергии за счет энергии эгрегора а например у меня клиент который но мы с ним работаем по бизнес темам а у него сильнейшая аллергия на морепродукты а ему почему-то все время хочется их есть у него рыба морепродукты то есть вот вообще просто умирает сразу вот он говорит что-то можешь сделать его суши я ничего не могу с этим сделать ну во первых я вообще не занимаюсь целительством если это не не вопрос какого-то да когда болезнь вызвана порчу это особые вещи вот я бы и я посмотрел это никто тебе этого не сделает но это то есть вот это ты должен так трансформироваться никто тебе этого не сделает вот а то значит он ко мне приезжает и говорит нашел бабку целительницу вообще просто фантастика у него глаза горят он говорит ты не представляешь я просто вот она мне сказала давай ешь рыбу и она ему положила перед ним рыбу там какие-то морепродукты он это все сидел хавал и у него не было никакой у него не было никакой аллергии вообще но она это сделала на его собственной энергии то есть на своей собственной энергии я гриши но у тебя это не закрепиться этот результат я понимаю что это чудо что этот человек обладает энергией мощной да но но это не закрепиться это не твое так и получилось дальше потому что когда он следующий раз скушал одну креветочку то его еле успели обколоть да вот смотрите какая штука то есть есть некая некая природная данность почему так популярны крадники крадники так популярны потому что что делается в этот момент у человека нет энергии о которой идет запрос гораздо проще белый маг будет заниматься искать механизмы трансформации искать механизмы компенсации искать причину почему этого нету это это развивать двигать менять то есть это это тема эволюции это вопрос развития духовного белая магия всегда это всегда сложно там это что-то может быть проще что же что-то может быть сложнее но это всегда труд а если вы приходите с таким запросом к черношнику то в принципе тут у нас несколько вариантов один вариант да это он забирает у вас энергию из какого-то другого места запихивает ее туда где лежит сфера вашего запроса и у человека это срабатывает но потом соответственно чек за это платит своим здоровьем своей жизни и так далее крадники штука с этой точки зрения до черного мага ему же тоже не охота так мочить своего клиента потому что всегда хочется чтобы да ты отработал не просто разово хорошо чтобы потом клиент это да мог пользоваться твоими услугами стал постоянным и в этом случае конечно это крадники потому что на просто энергию воруют у кого-то самое простое уперли у другого человека до тоже там успех денежный успех любовь и удачи там и так далее все и перекинули на этого клиента это самый простой способ вот это на самом деле на нем работается практически все поэтому крадники так популярны есть совершенно конкретные ритуалы как когда ну чтобы понимать как это делается какие здесь есть ритуалы чтобы понимать как это снимать как это убирать потому что допустим диагностический крадник так просто не увидишь здесь смысл в том что если это делалось через крадник то нужно по этому же обра ритуалу просто выстроив обратный алгоритм это и снимать потому что так просто его не увидишь нужно четко понимать что это и как он делался вот поэтому в общем эта тема на самом деле такая такая актуальная и соответственно в общем вот по этому поводу завтра завтра у нас как раз вебинар по крадникам где как раз будем рассказывать как это делает показывать как это делает соответственно как это снимать как это убирать да как от этого защищаться потому что история конечно да бывает прям совсем мрачность с этим скрадниками вот это вот завтрашний вебинар если есть какие то вопросы по этому поводу можете спросить потому что понятно да я хочу да про него рассказываю это с одной стороны такая ну как бы да я рекламирую анонс с другой стороны это действительно очень актуальная тема для всех кто занимается именно магической практикой больше того слушайте даже у меня был в практике один раз случай когда у человека украли дар это была коллега и у нее слушайте у нее был прям талант она читала карты знаете вот ей вообще не надо было учиться в принципе она была ясновидящей да но читала карты настолько вот просто знаете на сто пятьдесят процентов и это вот как раз к теме увидеть да увидеть эту тонкость любую маленькие детали и у нее очень завидовала ее подруга со страшной силой потому что она сколько не обучалась у нее так ничего не получалось ну на самом деле вот в таком глубоком виде да ей очень хотелось тоже чтобы у нее она тоже работала профессионально чтобы ее клиентов отвисала челюсть когда она попадала в точку что-нибудь сказав она сделала крадник конкретно ей на дар даже такие вещи можно да можно упирать на что бывают крадники кроме денег здоровья и удачи ну вот там я как раз сейчас привела пример что на самом деле это вот даже такой случай да когда у человека украли дар основная конечно тема крадников это деньги здоровья и удачи но вовсе не только это воруют время воруют время жизни очень часто это используют в тяжелых заболеваниях когда человеку за счет другого продлевают жизнь у этого человека да забирают кусок жизни отдает другому поэтому прошу прощения на печальной теме прочитала в чате Таша пишет хочу украсть дар слушайте ну ничего не надо красить вот опять же понимаете всегда хочется конечно украсть дар потому что самому развивать да у тебя есть равно какой-то потолок природный это надо пахать самому надо в это вкладываться развиваться а так ну упержишь и жизнь прямо стала веселой вот то есть это легко это легко ну с точки зрения да тебе не нужно развиваться хотя здесь все не так уж просто и тем не менее поэтому вот да тема крадников это может быть прям очень актуально самые тяжелые это конечно когда крадники на время жизни вот они действительно тяжелые они снимаются тяжело они снимаются тяжело они делают делаются такой знаете очень боевым видом магии и поэтому здесь все все не так просто а через церкви делают крадники поэтому знаете так аккуратненько в церквях там ну как с аккуратненько понятно там приходишь к богу и у тебя нету цели ходить и контролировать не ходят ли тут черношники но просто опять же виды церковной магии очень распространенные делают в церквях как раз потому что обычно да когда человек приходит в церковь он приходит к богу соответственно он достаточно открыт да мы в этот момент не не концентрируем свое внимание на том чтобы держать защиту ты открыт и это тоже знаете такое условие общения же ну с богом потому что это должен открыться иначе ты не выйдешь в это пространство вот и это тоже такие целые да целые профи именно вот в таком виде аспер удача удача кончилась пошла как а такое может быть все когда-то кончается да все когда-то кончается а тот кто делает крадники здесь надо понимать что тебе не удастся это делать бесконечно и потом наступает откат поэтому по итогу практически всегда идет возвратка но это по итогу кто про это думает если делал какой-нибудь такой знаете супер профи маг то можно конечно сделать так что хватит надолго вот поэтому спер удача удача кончилась да спер удача удача кончилась и тогда пошел откат но это опять же знаете вопрос сколько спереть сколько спереть если описточил кого-то сильно мощного то в общем то может надолго хватить но здесь даже слушайте ну вот для меня это же опять же вопрос знаете какой-то да такой вашей внутренней этики да для меня здесь вопрос вообще однозначный этим нельзя заниматься но тем не менее тем много занимается поэтому если вы занимаетесь магией то нужно знать что с этим делать так на так тоже тут все волнуется будет ли прям обучение ставить крадники или только снимать их таша то есть вы все-таки хотите упереть что-нибудь поставить крадники я буду ну да ну я владимир николаевич мы вдвоем будем вести вебинар мы будем показывать здесь ведь какая штука очень часто именно при работе с ритуалами черной магии нужно знать как делают это такой всегда для нас риск мы не очень любим любим это делать потому что народ да очень многие все-таки соблазняются например и пробуют черноху но здесь для того чтобы снять ты должен знать как это наводится понимать принцип потому что потом от этого будет зависеть насколько точно ты сможешь это убрать поэтому тоже да мы будем показывать как это делается и потом соответственно как это снимается знаете так если мы делали этот добрый вечер да Ольга если бы мы делали рекламу знаете да у нас все равно да мы занимаемся разными видами магии боевой магии но мы не чернушная школа а знаете сделать так рекламу я просто там видела в инстаграме есть какая-то барышня я прошу прощения не могу ей сделать рекламу я бы даже сделала но я просто не помню как ее зовут но у нее совершенно четко все по чернухе и там народ прям слюну пускает все хотят убить собрата почему-то ну что проще всего чернухой пользоваться проще всего поэтому конечно здесь большой соблазн для всех так к теме вообще так вопрос но можно же вместе с деньгами прихватить еще что-нибудь например какое-нибудь г да слушайте ну это зависит от профессионализма это зависит от профессионализма а если маг низкопрофессионален или чего-то он там не учел потому что все-таки магия искусства непростое здесь знаете у нас нету таких элементарных алгоритмов два плюс два четыре собственно говоря все в магии дважды два может быть с теориновой свечкой вот в чем дело да вот поэтому если не профессионал делал да можно прихватить когда знаете ты совершенно делаешь не точечный захват что называется то с этим на клиента могут утащить и еще что-нибудь из его поля негативное но это просто уже вопрос профессионализма очень мало кто в магии вообще умеют ювелирно работать мы однажды столкнулись у меня была клиентка она из лондона у нее муж он муж англичанин он миллионер бывшая жена его из гонконга и там встал вопрос так как он очень богат у него там двое детей ну естественно понятно жена бывшая начала бороться за наследство для своих сыновей вот хотя он не собирался никого оббирать но то есть на всякий случай вот и она перекрыла им возможность завести ребенка я никогда не видела еще вот такого уровня точечного магии когда магического магические программы не считывались вообще нигде то есть удар был нанесен только в эту точку и больше никуда вот диагностирование здоровье энергетику все что угодно все отлично только когда смотришь вот в эту точку вот здесь выбито а так вот даже знаете все равно вот остаются хлебные крошки энергетические ты этот всегда чувствуешь запах этой энергии вообще не было пока прямо туда не откроешь вот но это редкость такая в общем то на самом деле как защищаться от этих кратников вузыки мои завтра вебинар про что я говорю завтра вебинар так что все кого интересует эту тему приглашаю то что вообще да вот я сказала про боевую магию например у нас в декабре еще два курса вот я хотела про свое рассказать два курса будут по магии пентаграммы начинается курс 21 декабря а 15 декабря будет бесплатный вебинар можно прийти посмотреть интересно не интересно а у меня будет 23 декабря начинается курс который называется боевая магия таро и 16 декабря будет тоже бесплатный вебинар на который можно прийти все ссылки там у нас в топлинке в шапке профиля все есть я просто про что вот например я курс боевую магию таро очень люблю он конечно с одной стороны боевая магия таро именно я даю работу с таро да я уже говорила что я занимаюсь и ритуальной магией без таро но я во в принципе у меня таро это знаете ну вот как ты дышишь воздухом вот для меня таро это как дышать воздухом поэтому я практически да боевую магию веду я абсолютно точно курс демонологии у нас есть и он идет регулярно это регулярный курс в следующем году планируем в двадцать первом курс демонологии да так что следите вот и я этот курс боевой магии очень люблю он с одной стороны знаете у меня некоторые когда на него приходят они говорят ну вот кто-то очень такой пацифист потому что да я там даю техники конкретные как вольтировать как мочкануть в ответ то есть это знаете такая это на самом деле курс который про умение сражаться отстаивать свои защитные границы отстаивать свои права как если нужно дать в глаз он не про подставь если тебя ударили по правой щеке подставь левую он не про это и у меня иногда обязательно кто-нибудь есть кто жутко пугается и говорит ой 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 как же это так тут такое прямо все страшное страшное потому что курс действительно он очень скомпонованный очень спрессованный я даю такие прямо совершенно конкретные четкие боевые техники потому что слушайте в ну в этом в этом мире к сожалению конечно хочется чтобы все были добрыми белыми и пушистыми но так к сожалению не получается знаете тут что-то слушала позавчера что ли я очень любила в детстве Александра Дольского не знаю кто то знает такой был питерский композитор и поэт Барт у него есть песня мне звезда упала на ладошку я ее спросила откуда ты ну такая нежная ну такая добрая конечно хочется жить в таком мире но мы живем в том мире в котором есть и в нем нужно учиться защищать себя защищать своих близких и у меня вот как раз была на последнем курсе одна девушка которая ну очень я не буду я не буду учиться на этом курсе там все так страшно там все все время все кого то надо мочить еще чего то я там даю конкретную технику разные боевые практики манипулятивные практики техники вхождения в сознание техники поглощения воли то есть в общем такой он очень-очень конкретный такой жесткий суровый мужской викинговский курс я не буду я не буду я 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 это для меня вообще принципиально нет а потом случилась история да и у нее наехали на ее ребенка и вы бы видели в какую она сразу превратилась не просто в фурию а знаете то есть вопрос вообще о том можно ли давать сдачи, морально ли это, вообще больше не встал. Потому что ребенка на своего защищала, как настоящая волчица. Здесь просто надо знать, да, есть конкретные методики. И я на этом курсе прямо даю четко все по структуре, по пентаграмме боевых арканов Таро и малые арканы использую. Я там даю работу с мечами, я даю работу с перевернутыми картами. Это прям такой высочайший пилотаж магии, когда ты полюсуешь энергию, выворачиваешь ее наизнанку. Поэтому, в общем, так, вопросы, вербальная магия будет в 21 году или нет, пока не знаю. Вот, слушайте, точно до 15-20 декабря по-любому сделаем расписание на год, и все будет видно, что мы туда будем ставить. Потому что вербальную магию очень хочу дать. Посмотрим, как воткнем, либо курсом, либо, может быть, вебинарами пробьем ее. Не знаю пока. Есть ли у нас курс защит? Защитная магия. По защитам у нас есть вебинары, которые уже прошли. Это раз. По технике защит я даю очень много в боевой магии. Потому что в курсе боевая магия Таро – это же не только как атаковать, это еще и как защищаться. Это как выставлять вокруг себя непробиваемое поле. Ведь действительно штука. Чем вы больше владеете подобными вещами, тем меньше вам прилетает. Чем ты становишься сильнее, тем меньше тебе нужно защищаться. Тебе нужно защищаться все время, когда ты слаб. Если твой уровень силы таков, что у тебя просто об твою энергию разбиваются чужие пули, то и такой актуальности на самом деле все время отстреливаться ее нет. Но я там даю целый такой, у меня спектр есть по защитам конкретно. Конкретно по защитам. Вот. Так что... Так, что... Так, какие еще у вас есть вопросы? Какие у вас еще есть вопросы? Я очень... Слушайте, я этот курс довольно долго вынашивала. Я на самом деле... Он у меня идет уже давно. Я его люблю, он у меня идет уже довольно давно. Ну, он как раз вопрос, знаете, к теме, а как защищаться от крадников, а если курс защит, вот курс «Боевая магия Таро» там вообще все. Потому что я на самом деле человек очень добродушный. Я всегда замерну, если приходится воевать, значит, воюю. Но я очень это не люблю. Вот прям совсем. Поэтому, знаете, он был очень... Для меня был важен, потому что это как раз и проработка собственной энергии, и он важен всем на самом деле. Потому что, если ты не можешь защитить себя и свой дом, то о чем тут говорить? Так, скажите, пожалуйста, эфир сохраните. Ну, эфир, да, всегда сохраняем. А куда же его девать-то, этот эфир? Вот. Поэтому он недолгий. Он недолгий. Он идет всего два месяца. Это восемь занятий. Очень плотных. Это восемь очень плотных занятий. Занятия идут так же, как обычно это у нас бывает в последнее время. Занятия строятся таким образом. Это восемь уроков в записи. То есть, раз в неделю выходит в урок. И раз в неделю онлайн-встреча. В этом смысле мы молодцы. Знаете, то есть, это понятно, что очень многие онлайн-школы, когда это просто бизнес, там продаются уроки, собственно говоря, а дальше какие-то где-то кураторы, там чего-то, что-то смотрят, что-то не смотрят. Мы вот прям, мы делаем, получается, там два урока у тебя в неделю, по большому счету, это потому, что мы встречаемся с учениками, мы объясняем все, мы проводим еще доп. ритуалы в онлайн-живых встречах. Да, поэтому здесь непросто. Вот тебе материал, учись сам. Мы всегда в этом участвуем вместе. Так, окей, какие еще есть вопросики? У нас же сейчас, слушайте, вообще такой, знаете, период, когда очень странное, такое спрессованное время, да, я вот очень люблю, например, ну, все, наверное, любят это из детства, новогодние темы, когда начинается вот это вот ощущение нового года, там уже украшают вокруг все, да, а сейчас какой-то такой странный, тяжелый, достаточно энергия, да, это сейчас затмение, которые у нас, получается, да, затмение 14-го солнечное, какой-то такой тяжелый хлор. Посмотрим, какое у нас будет зимнее солнцестояние, ну, гороскопически, на зимнее солнцестояние приходится довольно, ну, констелляция планет довольно нехорошая, поэтому сейчас, да, к теме, опять же, солнечного затмения, к нему, да, на здоровье, про заговор для деток. Слушайте, все хочу сделать, я вот отвлекаюсь, вопросы читаю в чате, все хочу сделать, у меня девчонки просят, мы все никак не соберемся, сделать вебинар по работе с детками, и вообще по темам зачатия, например, по призыву души и по работе с детками, потому что вот детская магия, это такая, на самом деле, особая штука, да, в ней нужно работать, в ней нужно работать очень аккуратно и по-особенному, потому что дети гораздо более хрупки, гораздо более подвижны, вот, вот как-то очень хочу сделать по работе с детками, да, про защите деток, с глаза не цепляют же, как сумасшедшие, прям, ну, не как сумасшедшие, в смысле, а очень много, вот, поэтому, поэтому надо очень аккуратненько, вот, хотим сделать вебинар, не знаю, когда соберемся, так, вопрос, вы смотрите 2021 год, прогноз, о, вот у нас тут реклама у нашего курса боевой магии, Татьяна пишет, сейчас как раз заканчиваю курс боевой магии, в записи огонь, а не курс, уже вижу, меняется отношение окружающих, после медитации на арканы, некоторые даже боятся в глаза смотреть, так энергия встает, да, это правда, меняется совершенно внутренняя структура, внутренняя энергия, внутренняя природа, и люди эти считывают вообще, а я сейчас расскажу вам притчу, которую я очень люблю, знаете, к теме боевой магии, что такой вообще настоящий боец, значит, индийская деревня, и у одного, значит, и они там зарабатывают боями петухов, и у одного, значит, крестьянина, какой-то совершенно огромный, злобный, сумасшедший такой петух, который там всех петухов гоняет, и он хочет его подготовить к боям петухов, чтобы на нем зарабатывать денежку, и в соседней деревне, значит, в деревне живет учитель, который дрессирует, дрессировщик вот петухов, и он к нему везет, значит, наскрыл последние деньги, везет к нему своего петуха, очень гордится, говорит, посмотри, значит, какой у меня петух, прямо он уже готовый боец, чуть-чуть его там надо подправить, и он будет готов, вот, значит, отдает ему, тот говорит, ну, хорошо, приезжай через две недели, значит, приезжает через две недели, петух его там кидает, со всех побил, он такой довольный, говорит, вот, вообще классно, учитель ему говорит, петухов этот дрессировщик, говорит, слушай, если честно, твой петух совсем не подходит, я что-то не уверен, смогу ли я что-то с ним сделать, но я попробую, приезжаю еще через две недели, тот приезжает через две недели, у петуха совсем там, все волосы дыбом, петушины, гребень, значит, стоит красный, он, значит, там на всех нападает, а учитель говорит, ну, слушай, ну, вот последние две недели, если нет, я тебе его верну, он не боец, тот не понимает, что вообще происходит, приезжает через две недели, и видит, значит, его петух, вот так, значит, стоит, сидит на этой жердочке, застыл на одной ноге, не шевелится, не мигает вообще, абсолютно спокоен, и этот мужик говорит, ты что, ты испортил моего петуха, он был такой мощный, а учитель говорит, а ты смотри, и вдруг видишь, что вокруг петуха, все сторонкой, все ползком по стеночке, никто не задирается, никто не пытается на него напасть, все просто бочком, бочком, и говорит, вот теперь он стал настоящим воином, а до этого он был клоуном, вот, да, это про то, насколько меняется энергия, тебе же не надо шашкой наголо все время махать, это не воин, да, это когда ты просто молчишь, и все считывают твою энергию, твое поле, и тебе не надо подходить, вот этот курс в том числе, да, на нем именно так оно все и меняется, когда тебе не нужно ходить с табличкой, не подходи, а ты ударил, вот, да, это же еще, конечно, и про наработку собственной внутренней силы, если там все выполнять, да, то однозначно это про это, вот, про прогноз, слушайте, ничего особо радостного в 21 году, пока я не увидела, я не посмотрела весь год, я посмотрела где-то до половины, бомбилово продолжается, экономика будет заворачиваться прямо сильно, я уже говорила, у меня же был какой-то эфир, он называется, он есть на нашем канале в ютубе, и здесь в инстаграм, он есть, если там вниз посмотреть, между войной и небом, между землей и небом война, он у меня называется, и там как раз по поводу вот всего происходящего, потому что в декабре как раз вот на солнцестояние приходится, трешевая программа, а она же закладывается на год, да, вот что такое у нас гороскоп конкретно этого солнцестояния, да, там стоит очень негативная небесная констелляция, соответственно, это программа, которая забудет матрица на год, и в 20-х числах января, там становится, вообще грядет серьезный экономический, мировое, грандиозные какие-то перевороты, изменения, связанные вообще с экономическим устройством мира, и это начинается в январе 2021 года, так что, в общем-то, все как можно, слушайте, ну здесь надо всегда подкладывать себе соломку, знаете, иногда там мир рушится, а какое-то дерево стоит, а какое-то падает, поэтому здесь, естественно, коли вы занимаетесь магией, вы владеете Таро, поэтому, естественно, ты должен максимально себе помочь этот период пережить, тебе нужно подстелить соломки во все какие-то только можно места, поэтому, да, ну вот, из того, что мы будем делать в этом плане, у нас будет мастер-класс, причем, да, вот это важно, не вебинар, а именно онлайн-мастер-класс, по Новому году, он будет, ой, 24-го, по-моему, декабря, да, 24-го декабря мы его на Движение Солнца как раз поставили, а онлайн-мастер-класс будет, потому что там будут практики, как раз мы будем, да, скидывать все, все, все Г, которое нависло на нас с учетом 2020-го, и ставить защиту на 2021 год, открывать туда дороги, открывать энергии, делать точки перехода, и это будет именно мастер-класс, потому что вебинар не предполагает групповой работы, мастер-класс предполагает групповую работу, мы будем прямо проводить групповую работу, да, будем делать чистку групповую онлайн, и защиты будем делать, и всякие, понятно, программы там, талисманные и так далее, вот, а 26-го у нас, кто в Питере, у нас будет оффлайн-мастер-класс, живой в офисе, китайский Новый год Владимир Николаевич будет проводить, Татьяна спрашивает, слушайте, да, китайский Новый год Владимир Николаевич будет проводить, это у нас, знаете, такой прямо миф об этом Новом годе всегда, да, он прям в школе у всех, кто был, про него всегда, в общем, такая, у нас же легенда сложилась, потому что, ну, фэн-шуй у нас бывает довольно редко в школе, он бывает, Владимир Николаевич занимается очень серьезно фэн-шуем, вот, и, соответственно, иногда бы, да, идут курсы по фэн-шую, вот, но на этот мастер-класс идут все, кто ничего не знает фэн-шуй, Владимир Николаевич готовит прямо всем гороскопы, да, он рассчитывает карты, у него своя авторская вообще методика построения фэн-шуй-гороскопа, очень мощная просто работает, зверски, но фишка в том, что на этом мастер-классе почему-то у всех все сбывается, и у нас, я знаю, что девчонки там к нему приходят, когда они сидят и говорят, мы ничего не понимаем, но нам надо, чтобы сбылось вот это, и вот практически у всех все сбывается, поэтому, поэтому, да, конечно, он будет. Так, будет ли он живьем, слушать, не знаю, вот это надо у Владимира Николаевича выяснять, будет ли он живьем, либо он будет онлайн, ну, видите, много онлайн-учеников, которые просят его, может быть, он сделает так же, как мы делали Хэллоуин, мы сделали и онлайн, и вживую, и у нас будет так же, сейчас новогодний мастер-класс будет идти онлайн и вживую, потому что, ну, онлайн тоже вживую, ну, в смысле оффлайн, потому что учеников, которые в других городах, их же не бросишь, вот, поэтому, вот, теперь как-то так получается, что и так, и так делаем, с одной стороны, понятно, проще тогда все делать онлайн, но, конечно, оффлайн, да, мы сейчас практически ни с кем не видимся, все же в онлайн-режиме, это все-таки, вот это живое поле, это важно, так, окей, вроде, ну да, Настя пишет онлайн, хотим, чтобы тоже сбылось все, ну да, сейчас бычара же будет, будет год быка, мощно, но главное нам удержаться, вот, знаете, я так думаю, надо будет посмотреть, надо будут запасы какие-то покупать, не надо будет, в общем, конечно, конечно, переживаем мы с вами, знаете, мне очень нравится китайская поговорка, не дай мне Бог жить во время перемен, вот мы с вами, в принципе, попали во время перемен, и оно только начинается, так что вот, но, оптимизма не теряем, цели кого-то напугать, у меня нет вообще никакой, оптимизма вообще не теряем, потому что я точно знаю, что на самом деле, если, это очень классно быть магом, потому что ты можешь настолько себе, да, все же, все-все-все энергия в этом мире, если ты работаешь с энергиями, то ты, естественно, можешь о себе позаботиться, и совсем на другом уровне, в общем-то, себя, да, поддержать, так что вот, так, задавайте вопросы, спрашивайте, про что хотите узнать, спрашивайте, про что хотите узнать, и, если вопросов нету, я так что-то бурно очень, может перейти к ресторану Бёрч, так, если вопросов нету, то тогда мы можем потихоньку заканчивать, в общем, кому интересна программа, ну, про вебинар сказала завтра, курс боевой магии, 16 декабря будет бесплатный вебинар, 23 начнется курс, магия пентаграммы, но про нее и уведет Иван Мак, он про нее сам и расскажет, я думаю, у него будет эфир про это, когда настанет светлое будущее, когда настанет светлое будущее, слушайте, так оно уже светлое, только, конечно, вот я, знаете, что хочу, давайте устроим какой-нибудь шабаш, прям соберем много народу, давайте уже колданем, чтобы закончилась вся эта фигня с коронавирусом, мы открылись границы, потому что очень хочется, если честно, на теплое море, вот прям очень, у меня прилетела сейчас такая моя любимая, любимая клиентка, которая уже практически, такой очень близкий родной человечек из Италии, и тоже говорит, когда уже это все закончится, так, астромагия, вопрос про астромагию, астромагия абсолютно точно начнется после Нового года, причем вот прям там близко сразу будет одним из первых курсов, когда из первых курсов, да, 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 астромагия будет здесь, вот этот курс уже он утвержден, здесь все понятно, я за шабаш, вот я тоже так думаю, что там надо устроить будет шабаш, потому что пора это дело вообще заканчивать, оно очень сильно вынесло мозг, вербальная магия планируется, я вот раньше говорила в эфире, вербальная магия планируется, пока не знаем по времени, когда, так, я учу в записи магии пентаграммы, там упоминается чат, я могу в него войти, или это для тех, кто учился не в записи, смотрите какая штука, вы конечно можете в него войти, но так как группа уже закончилась, то вы войдя, так как чат в ватсапе, мы сейчас будем переводить чаты в телеграм, потому что в телеграм вы можете войти в любое время, и посмотреть весь чат, а в ватсап вы знаете, что когда вы заходите в чат, то вы видите только, вы не видите, что было до этого, поэтому вы можете войти у нас в чат, клуб магических интересов, вот там идут всякие активные обсуждалки, а по пентаграмме сейчас нет чата, но смотрите, когда у нас начнется курс, вы естественно, несмотря на то, что вы в записи самостоятельность изучаете пентаграмму, потому что вопросов-то все равно, я думаю, у вас есть по этому курсу, вы сможете вместе со всеми войти в общий чат, той группы, которая сейчас начнется, и тогда, соответственно, участвовать и в обсуждениях, и задавать вопросы и так далее, поэтому здесь как раз у вас все хорошо, пентаграмма уже вот-вот начнется, и вы сможете как раз все всегда в этом процессе полностью участвовать, пока херон будет вовне, коронавирус так и будет нам мозг делать, слушатель, мы попробуем колдануть как-нибудь все-таки группово, нет, клуб не платный, он для учеников школы, он для учеников школы, так, да, ну что, давайте потихонечку заканчивать, всем приятного вечера, сладких снов и мощных защит, ну и светлого будущего, конечно, все, всем пока-пока-пока, пока-пока, пока-пока-пока-qué